Во все времена защита границ государства была одной из самых почетных, ответственных и трудных задач. О том, как она решается на современном этапе, мы поговорим сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь. В Органах пограничной службы Алексей Кузьменко с 1999 года начал службу в оперативно-розыскном отделе в Гомельском пограничном отряде. Затем возглавлял отдел разведки в Лидском пограничном отряде и Сморгонской пограничной группе. Следующим этапом для Алексея Кузьменко стало принятие командования Лидским погранотрядом, а позднее Гомельской пограничной группой. Период службы заочно окончил Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Пограничную академию ФСБ Российской Федерации. Женат, воспитывает двух детей. На вопросы, касающиеся работы Гомельской пограничной группы, можно получить ответ прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Алексей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. В минувшее воскресенье в Республике области Гомеле прошли мероприятия, посвященные Дню пограничника. Более того, скажу, 99 лет пограничной службы. Разрешите поздравить вас и сотрудников Гомельской пограничной службы. И сразу вам вопрос. Чем отличались нынешние торжества от торжеств минувших лет? Спасибо за позволение, Елена. Да, действительно, мы отмечали 99-летие образования пограничной службы в Республике Беларусь. Раньше называлось парничные войска, еще Советского Союза. И каждый год мы приносим какие-то новшества в этот праздник. Тем более подготовки к столетию. В этом году на территории Гомельской пограничной группы мы открыли ритуальную площадку, которая представляет собой символическую стену, территорию Гомельской области. Конечно же, пограничный столб наш символ. Ну и сокол наш символ постоянного готовности к наблюдению. Но наша стена символическая не просто обычная стена. Мы попросили наших коллег из Беларской крепости. Нам передали три кирпича именно из Беларской крепости, которые мы вложили в эту стену. Это действительно уже не громкие слова. Это может подойти, почувствовать, потрогать именно этот кирпич, который знает, что такое защита наших рубежей в 41-м году, 22-го июня. Скажите, пожалуйста, где находится эта площадка, где находится эта стена на территории пограничной группы? На территории Гомельской праздничной группы, рядышком с КВП, поэтому мы... То есть любой желающий не сможет посмотреть? Нет, конечно, любой желающий не сможет, но в период праздников, Дня Части, Дня пограничников, в том числе ветераны к нам приходят. У вас бывает день открытых дверей, да? Да, конечно же, бывает. Поэтому это был первый этап нашего празднования. Второй этап был празднование, это, значит, традиционно, 28 мая, хоть это был выходной день, это возле памятника Ферре-Середмуте Дзержинскому, основателю Парижских войск. Здесь в центре у нас, да. Да. Вот, значит, мы традиционно приглашаем ветеранов, бывших военнослужащих, проходящих срочную службу как по грани войсках, так и уже в Парижских войсках Республики Беларусь, в органах Парижской службы Республики Беларусь. И, конечно, традиционно всегда с нами, это наши учащиеся военно-патриотических классов и курсанты кадетского нашего городского училища. Причем именно в этот день мы вручаем кадетам, которые сдали экзамен на право ношения зеленого берета, а это не просто экзамен, это и стрельба, это и физическая подготовка, это теоретическая подготовка, основы пограничной службы, это нанесение службы в различных видах нарядах. Вот те, кто смог сдать, и только эти люди получили билеты. Не все удостоились такого почетного вручения зеленого берета возле памятника Ферре-Середмуте Дзержинскому. Именно в такой день. Поэтому каждый год что-то добавляется у нас. Это очень здорово. Еще хотелось несколько слов об оркестре. Я слышала, какой-то там очень интересный оркестр есть. Да, действительно, у нас есть наш оркестр, наша воинская часть, Огонинская парижная группа. Поверьте мне, я иногда даже не знаю, где он находится. Почему? Потому что очень много заявок с предприятий, с организацией мы работаем. Что касается пограничной зоны нашей, населенных пунктов, любые праздники в населенных пунктах, в школах, в том числе и в которых мы работаем плотно, там где есть наши классы патриотические, то обязательно школы, которые находятся при границе, обязательно все мероприятия проходят с участием нашего оркестра. Но это не просто выступление оркестра. Мы приезжаем для работы... Ну, с беседами наверняка. Конечно, у нас выезжает информационно-пропагандистская группа, это 3-4 офицера по разным направлениям деятельности и оркестр. Сначала мы рассказывали про законодательство, какие были изменения, какая обстановка происходит именно в конкретном направлении, там Гомельский район, Добровский район, там или еще остальные районы, там у нас всего их 5 административных районов. И только после. Отвечаем на вопросы местных жителей, обращаемся какими-то вопросами к ним в том числе. И, конечно, это заканчивается выступление нашего оркестра. Но на базе оркестра есть еще вокальный инструментальный ансамбль, поэтому это все идет все вместе. Это очень здорово. Начали с интересного, но теперь давайте о серьезном. Что представляет собой пограничная группа на современном этапе? Значит, я хочу сказать, что Гомельская пограничная группа – это вообще уникальное территориальное соединение. Есть в Республике Лурус пограничные группы и пограничные отряды. Пограничная группа по статусу стоит выше, чем пограничный отряд. Это и охранимый участок больше, как правило, количество личного состава и, самое главное, оперативная обстановка, ответственность. То есть там, где находятся группы, это оперативно серьезный участок, где отшляется очень серьезная противоправная деятельность. Поэтому необходимо задействовать больше сил, средств и какое-то большее внимание. Поэтому называется пограничная группа в Гомеле у нас. Чем она уникальна? Кроме, как везде находятся в отрядах группах, это пункты пропуска, пограничные заставы. У нас есть пограничный комитет Релоев. Это уникальное подразделение, в котором находятся современные плац средства. Это плац средства белорусского производства, плац средства итальянского производства, плац средства российского производства. Причем время года никак не влияет на нас, потому что у нас есть катера амфибийного типа, стандартные, килевые и так далее, которые мы в любое время года охраняем границу по реке. Лед, значит, идут катера амфибийного типа. Вода, это обычные катера. Упала вода, опять катера амфибийного типа. Такого подразделения, тем более группы, нет нигде. Есть в отдельных... Нигде в Беларуси, вы имеете в виду? Вот именно такого подразделения в Беларуси нет, конечно. Есть, например, в Гродницком пограничной группе, в Пинском отряде, есть небольшое подразделение с незначительными жестко-надывными лодками, ну, не в таком количестве. А вот именно, чтобы было так представлено плавсредства такого разного калибра, да, разного класса, это только в Гомеле. Плюс, значит, у нас имеется подразделение автожиров. Это, чтобы люди... Чтобы понятно было и мне, как журналисту, да. Это небольшой вертолет. Кстати, жители 17-микрорайона Волотовы иногда видят, когда он идет на взлет, да, небольшой вертолет. Они видят, но не знают, что это пограничный. Да, это пограничный, значит. У нас две стартовые площадки, одна в городе Гомеле, мы в аэропорту дислоцируемся, у нас свой ангар, вот там помещение есть. И в Лове, там наша комбинатура, мы тоже там содержим наш автожир. Но это основные базы базирования. Наш автожир, который применяется на границе, для того, чтобы нужно сесть его дозаправить, пары еще на ряд, параде станции получают команду, перекрывают буквально 200 метров обычной автомобильной дороги. Ветолет, вернее, автожир, осуществляет посадку, дозаправляется и опять уходит в воздух. Ну и, в принципе, запас полета у него по топливу на 4,5 часа гарантированно, поэтому, в принципе, нам этого достаточно. А эффективность, оно показывает очень серьезную, потому что даже, вроде мы не занимаемся там особо охраной, что в лесу мира, есть для этого уже РМ, да. Но в ходе полета нашего автожира над парижным участком, СОЖ-Днепр, мы постоянно передаем информацию, в том числе и у РМ, которая выявляет информацию в сетке, а на сфере с воздуха все видно. Вот, поэтому это вот такие уникальные подразделения. Но сейчас мы еще ждем на вооружение дополнительные, беспилотные летательные аппараты, самолетного типа, особенно нам он нужен, потому что у нас есть охраняемый участок, зона отчуждения, так называемая, где нежелательно нахождение прежде нарядов. Я, как и модерчасти, значит, запрещаю нахождение нарядов там, если нет информации конкретной, что будет нарушение границы. А вот с помощью такой авиации беспилотной мы можем качественно охранять границу. И мы уже пока охраняем с помощью автожиров, даже по этой зоне отчуждения. Но сейчас получим еще дополнительные средства, как самолетного типа, так и роторного, так называемого. Это очень интересная информация. Алексей Викторович, а теперь давайте о том, что волнует всех. Вот какие существуют риски, угрозы на данный момент на государственной границе? Существуют ли они, скажем, вот так? Ну, конечно, угрозы, они всегда существуют. И, конечно же, в первую очередь, что касается Республики Беларусь, это, конечно же, угроза, это терроризм и противопрогрессия через государственную границу. Но если так более детально, конечно же, это наркотрафик. Это проблема, которая волнует все страны в мире. Всегда. И волновал, и будет волновать. Нелегальная миграция. Это проблема, которая волнует Беларусь очень сильно. Потому что мы находимся у ворот Европейского Союза. И очень многие граждане третьих стран пытаются пересечь нашу... Через Беларусь. Через Беларусь. Значит, больше это касается, конечно, наших западных и северо-западных рубежей. Это Гродненская область, да? Да. Но мы констатируем факт, уже в этом году эти потоки стали перенаправляться и на нашу сторону. И у нас уже только в этом году уже задержание Бангладеша, Пакистан. Поэтому это актуально и для Гомельской области опять становится. Хотя, я вам скажу, в 99-е, 2001-е годы проблема нелегальной миграции была в Гомельской области очень огромная. И в период моей службы озвучивали, во-первых, в основном отделе мы практически каждую неделю брали группу нелегальных мигрантов. Потом этот поток был сбит и сейчас опять начинается. А сейчас возобновляется, да? Сейчас есть такая ситуация, поэтому мы эту ситуацию держим под контролем и резко ее пресекаем. Ну и понятно, что эти люди идут не на пункты пропуска, да? Конечно же нет. Они идут, конечно же, в обход пункта пропуска. Отдельные есть, которые пытались пересечь через пункты пропуска. Так. С документами поддельными, чужими есть такое. Но это у нас, ребята, уже профессионалы-пограничники, поэтому это не проходит. И, конечно, основной поток, это львиная доля идет вне пункта пропуска. Конечно же, это торговля людьми, контрабанда оружием, без этого никуда. И незаконные перемещения товаров и грузов. Да, много, конечно, направлений. Скажите, пожалуйста, а что сделано Гомельской пограничной группой по обустройству границы и улучшению эффективности службы пограничной? Значит, большой... Ну, кроме вот тех видов вооружения, да, и видов транспорта, да, которые вы перечислили, да, техники. Да, вооружение техники, правильно, абсолютно верно. Действительно, охрана границы может быть эффективна только тогда, когда имеется инженерное сооружение и заграждение, которое позволяет пограничникам, а, контролировать, чтобы знать. Ну, ведь мы прекрасно понимаем, что посадить пограничника, причный ряд под каждый куст невозможно. Для этого необходимо, как все люди знают, контролировать следовая полоса, да, где можно фиксировать, люди ходят или не ходят, люди ходят, а когда, и что это за люди, и от этого уже работает от противного, как говорится. Вот, далее, значит, но контролировать следовая полоса – это только средство контроля, а ведь необходимо теперь своевременно реагировать. Вот для этого есть инженерное сооружение и заграждение. Действительно, в Гомельской области два с половиной года назад, после того, когда все поняли, что события в Украине – это невременно, это навсегда и надолго, и что вот эта нестабильность ситуации у наших соседей, у наших друзей, у наших братьев, она будет еще продолжаться, были приняты меры по усилению украинского направления. Вот как раз тогда я прибылся для прохождений службы, с города Лиды, где командовал триадом. Под вашим руководством уже, да? Да, это все происходило при мне, под руководством, но я хочу сказать огромное, что здесь, конечно, работали не только пограничники, огромную помощь оказали местные органы власти. Мы всегда благодарим Владимира Дворника, нашего губернатора, председателя нашей комиссии областной, Починок Олег Михайлович возглядал ее, да, который вот эту работу в Клинлисе, мы вместе все это делали. Это колоссальный труд, это отвод земли 24 метра шириной, это все леса, это поля, это болото. И это все приходилось вычищать, устанавливать сооружение заграждения. Достаточно сказать, что мы, когда поняли, что эта работа надолго очень серьезная, мы создали полевые лагеря, Центр инженерного обеспечения, который есть в составе пограничной группы, и у нас офицеры, прапочеки, солдаты там жили круглый год, печки-буржуйки, и мы все это делали. Алексей Викторович, но заграждение в виде сетки рабицы, а это поможет? Если только одна сетка рабицы, конечно, нет. Но это специальная металлическая сетка, которая изготавливается у нас на заводе нашем пограничном в Дзержинске, но это не просто сетка, на ней находятся датчики, видеокамеры, которые срабатывают даже уже при подходе к ней, идет сигнал подразделения, то есть на заставу, получается как видеосигнал, так и сигнал звуковой, и уже наряд уже знает, где сработка, видит по видеокамеру, где это находится. Это один вид, это самый современный. Есть усовершенствованные комплексы, которые когда-то еще были при Советском Союзе, 175 так называемые, но уже усовершенствованные. Это немножко другой тип, это уже контактное замыкание, не буду там рассказать особенности специфики. Ну а есть очень современные системы, которые никто и не видит, вроде бы поле, вроде КСП, ничего не видно. А на самом деле датчики находятся в земле, их не видно, они сейсмика, они срабатывают на движение, и наряд четко знает, какой датчик сработал, и знает, куда выезжать. Ну, уверенность у наших граждан была, что граница на замке, я думаю, что эта уверенность еще укрепилась. Уважаемые телезрители, пожалуйста, звоните. 77 68 45 номер нашего телефона, задавайте ваши вопросы. Алексей Викторович Кузьменко, начальник Гомельской пограничной группы, у нас в гостях. Наша съемочная группа, Алексей Викторович, побывала в отделении пограничного контроля «Новая ГУТа». Образно говоря, в воротах для граждан, которые направляются в Украину. И мы готовы рассказать о службе пограничников и тех, кто им помогает. На территории отделения пограничного контроля «Новая ГУТа» в эти дни не очень напряженно. С наступлением периода отпусков машин станет значительно больше. А пока вся процедура контроля легковых автомобилей занимает всего несколько минут. Вместе с кинологом Андреем Волнянко за порядком на белорусско-украинской границе следит и лабрадор Джесси. Это настоящая пограничная собака, которая служит на рубежах страны уже два с половиной года. По большому счету, к салу и колбасе Джесси совершенно равнодушна. Ее больше интересуют наркотики и взрывчатые вещества. Воинского звания у лабрадора нет, а вот денежное довольствие положено. Живет она в доме у хозяина, причем там же останется вероятнее всего и после выхода на пенсию. Для Андрея Волнянко Джесси не только надежный помощник, но и друг. Надо ее и выгулять, надо ее вычесать, надо ее и покупать, надо и чтобы она погуляла хорошо. Ну вот так в принципе. Когда маленькие щенки, так они все, особенно лабрадоры, они игривые, грызут все периодически. Но как-то не без этого. Профессионализм и вежливость. Какое из этих качеств для пограничника более важное, сказать трудно. Эти люди в погонах буквально лицо государства. Они первые, кого видят приезжающие к нам иностранцы. При том, что работа самих пограничников находится под постоянным контролем. Чтобы избежать конфликтных ситуаций или оперативно на них среагировать, на территории отделения пограничного контроля работают камеры видеонаблюдения, а сами пограничники оснащены видеорегистраторами. Быстро, нормально и четко. Хорошо. Обслуживание хорошо. Вежливо обращаются. Нет никаких нарекан, скажу. Грубо там, никогда не было. Все нормально всегда. Во избежание возможных недоразумений с порядком пересечения госграницы можно ознакомиться на сайте Государственного пограничного комитета. Пока же основные нарушения – попытки провоза наркотических веществ и несоблюдение административных процедур. Несмотря на то, что без разрешения пограничников даже из машины выходить нельзя, кое-кто пытается устраивать на территории отделения целые экскурсии, которые всегда заканчиваются одинаково штрафными санкциями. За текущий период 2017 года личным составом отделения пограничного контроля «Новая ГУТа» было выявлено три нарушителя государственной границы, которые пытались попасть на территорию Республики Беларусь с использованием чужих поддельных документов. Также за этот период законодательство государственной границы Республики Беларусь нарушило более 700 граждан, в отношении которых составлено около полутора тысяч протоколов о административных правонарушениях. Комната специальной проверки документов не то, чтобы святая святых отделения пограничного контроля, однако вход сюда действительно ограничен. Именно здесь при необходимости можно выявить подлинность любого паспорта. Белорусские, российские или украинские документы пограничникам хорошо известны. Однако, когда границу пересекают жители Папуа, Новой Гвинеи или Сомали, дополнительная проверка не помешает. Есть описание всех паспортов, образцы документов, как в электронном варианте, так и на бумажных носителях, бумажной информации. То есть, если у нас идет редкий документ, который мы еще ни разу здесь не видели, первый раз приехал к нам данный гражданин, мы берем атлас паспортов, находим данное описание и уже по имеющимся образцу сравниваем этот документ с тем, который нам предъявили. Незаконно пересечь государственную границу Республики Беларусь сегодня лучше даже не пытаться. Всех секретов пограничники не раскрывают, однако и увиденного достаточно, чтобы понять, граница действительно охраняется надежно. На всем протяжении рубежа охраны, пограничные посты с натренированными собаками, основные вспомогательные контрольно-следовые полосы и сигнализационные комплексы с системой видеонаблюдения. Даже находясь на заставе, можно увидеть буквально каждый сантиметр территории. Кроме этого, на отдельных участках оборудуются также рвы шириной от 2 до 6 метров и наращиваются инженерные сооружения и заграждения. Вы видите, что у нас здесь установлены также видеокамеры, которые позволяют также, кроме того, что обнаруживать, но и сопровождать нарушителей законодательства государственной границы. Если нарушение государственной границы осуществляется животным, либо идет сработка сигнализационного комплекса в связи с метеоусловиями, соответственно, пограничный наряд дежурный, который сидит на мониторах подразделения, он это все видит. И это, соответственно, позволяет экономить нам силы и средства. Алексей Викторович, скажите, сколько пунктов пропуска в Гомельской области? 13. Все пунктов пропуска. Три – это автомобильные наши, все знают, Камарин, Новая Гута и Веселовка. Железнодорожные пункты пропуска, Терюха, Тереховка, на станции Новый Иолчий есть тоже пункт пропуска. Далее Гомель-аэропорт, о котором можно вообще отдельно поговорить. Да. Вот. И, значит, у нас еще три пункта пропуска, работают по заявкам. Это Алоев, Речта-Мозырь, это для плавсредств, которые планируют выезд на Украину. Я не утверждаю, но мне кажется, что самый популярный – это все-таки Новая Гута. И скажите, вот как эта популярность сказывается на пассажиропотоке? Вы абсолютно проявили, эта популярность очень сильно сказана только на пассажиропотоке, но и на загрузке наших военнослужащих. Так. Действительно, тем более сейчас наступил летний период, мы уже констатируем увеличение пассажиропотока на 25-30%. Очереди есть? Пока очереди у нас возникают только в выходные дни. Но это незначительные очереди, это 15-20, кое-где до 30 машин. Мы на выходные дни всегда смены свою увеличиваем для того, чтобы создать благоприятные условия для наших граждан. Но, как говорится, один в поле не воин. И мы можем оформить очень быстро наших граждан, но сопредельная сторона не успевает принимать наши потоки. И вот люди, многие мне звонят, жалуются. Даже вот, когда передежурную службу звонят нам, уточняют, мы говорим, что мы можем сделать. Если Белорусскую границу прошли быстро, мы за ним можем их застать. Хотя мы постоянно держим в футболе всю украинскую сторону, в плане того, что они не справляются с потоком, и просим их увеличить пропускную способность. То есть у вас такой диалог налажен? Ежесуточно наша дежурная служба общается с дежурной службой Чилиговского отряда, и мы обнимемся информацией. И всегда в случае возникновения какой-то остановки между поднепропуском другу информируем, что есть там увеличение пассажиропотока у вас, либо увеличение пассажиропотока у нас. Прежде чем я задам следующий вопрос, я хотела бы телезрителей призвать к диалогу. 77 68 45, пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Наверняка они у вас имеются. Как пересечь границу? Кто не имеет права это сделать? Где лучше это сделать? Ну а пока вы дозваниваетесь, я задаю свой вопрос Алексею Викторовичу. По-прежнему можно в режиме онлайн узнать, в каком из пунктов пропуска наименьшее количество транспортных единиц? Да, можно узнать на сайте Госпорта комитета. Есть в режиме онлайн, можно посмотреть. Тем более, что если взять пункт пропуска на Новый год, о котором вы упоминали, который основной у нас, то можно с помощью современных технологий посмотреть через веб-камеры, и там все видно, где какая очередь со стороны Украины, со стороны Республики Беларусь. Ну а на сайте Госпорта комитета там все в цифрах по всем пунктам пропуска Республики Беларусь отражается. И постоянно обновляется информация. Чем отличаются, Алексей Викторович, упрощенные пункты пропуска? Жители наверняка уже знают, так? Но многие высказывают непонимание. А почему через упрощенный пункт пропуска нельзя проехать на автомобиле? Значит, это решение было принято не нами. Это решение было принято украинской стороне несколько лет назад. Вот. И мы готовы. То есть белорусы готовы обеспечить это? Хоть с завтрашнего дня начать пропуск транспортных автомобилей через пункт упрощенного пропуска. Скажу, более того, мы в этом заинтересованы, потому что пропуск в пунктах упрощенного пропуска, Поддобрянка, Глыботская, собьет небольшой наплыв транспортных средств в пункте пропуска Новая Гутка. Потому что традиционно, приграниченное население, жители города Гомеля, кстати, это уникально, когда подписывалось соглашение по пунктам пропуска, было говорено с украинской стороной, что жители Чернигово и Гомеля могут пересекать в упрощенных пункт пропуска. Я вам скажу честно, что если брать другую границу, где я служил там в западные рубежи, в северо-запад, там такого нет. Жители областей городов не пересекают. А у нас это было прописано. Поэтому гомельщане и жители предстоящей зоны реально могли выехать из упрощенного пункта пропуска. И это давало возможность уменьшить очередь в пункте пропуска Новая Гутка. Поэтому мы готовы. Как только Украина будет готова, мы автоматически будем готовы. Ну это вот просто у меня на слуху этот случай, когда передавали внучку из Киева, на упрощенном пункте пропуска, доезжали до Поддобрянки, да, на автомобиле. А здесь уже дедушка приезжал, забирал этого ребенка, потому что, ну, к сожалению, автомобилем проехать нельзя. Ну я скажу еще мало того, что если в пункте пропуска международном Новая Гутка нужно пересекать границу только по паспорту, то в упрощенном пути пропуска, упрощенном, там можно пересечь ребенку последствия рождения. Ну если ему вообще не паспортизировалось. Вы отмечали, что о пункте пропуска в аэропорту нужно поговорить отдельно. Интересную информацию, пожалуйста. Да, действительно, буквально уже только в этом месяце нам, Беларонавигация, значит, руководство заявило о том, что только в этом месяце будет 20 воздушных судов, типа Боинг 700... В июне. В июне уже заявлено 20 судов, это Боинг 733-й, 738-й, это до 200 мест пассажирской потоки, пассажиров, значит, которые будут вылетать с аэропорта Гомель. Это Турция, Черногория, Болгария. Ну и по нашей информации, которую мы имеем от наших коллег, значит, что наш пункт пропуска будет еще добыть реконструироваться, он и так второй Беларусь после стальной порта, да, как и запасной считается, но будут еще реконструироваться для приема более тяжелого авиатранспорта. Поэтому мы понимаем, что у нас ляжет дополнительная нагрузка. Ну и все прекрасно знают, в СМИ об этом говорили, что, к сожалению, воздушного сообщения между Украиной и Россией нету. И поэтому, вот кроме тех заявленных, которые я уже назвал уже в июне месяца, будет, значит, бортов у нас, к нам постоянно прилетают борта, коммерческие, это с Киева в Гомель, посадка, оформление в пограничном контроле, и потом вылет на Москву и возвращение обратно. Поэтому и это количество постоянно варьируется, бывает их очень много, бывает поменьше. То есть наш аэропорт востребован, я думаю, что с увеличением такого потока будет где-то развиваться инфраструктура в том числе. Ну и прекрасно. Алексей Викторович, есть у нас телефонный звонок, давайте слушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слышим. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос к Алексею Викторовичу. Пожалуйста. Алексею Викторовичу, вопрос с такого плана. Мы с женой постоянно ездили отдыхать на реку Днепр. Последние два года нам запрещают ночевать на реке. С украинской стороны напротив нас стоят целые лагеря украинцев. Стоят палатки, люди отдыхают, бегают дети, ночуют, варят уху. Понимаете, у нас лодка, у нас мотор. Приезжают пограничники и говорят, что нельзя ночевать, ездить в населенный пункт. Ближайшего населенного пункта, подождите, две минуты. Да, понятно. Восемь километров. У нас лодка, мотор, как нам быть? Дальше еще вопрос. Даже если мы ночуем на реке, у нас у всех мобильные телефоны. Если мы увидим какое-то правонарушение, у меня забит номер пограна береговой службы. Мы всегда сообщим. Мы не можем понять, почему, что мы такого делаем, если мы ночуем на реке. Вы уточните район, место, где вы... Я понял, что я. Не нужно уточнить. Жилища. Жилища. Мы ночуем на жилищском старике. До реки еще километра два или три. До фарватера, до самого. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо, вопрос. Вопрос я тем... Да, действительно, здесь законодательством нахождение в ночное время в поличной полосе запрещено. Это есть факт. Но для того, чтобы было возможность нахождения на воде и ночлег, я понимаю, вас это очень интересует, буквально вот позавчера я находился в Брагинском районе. Уже два места, кстати, одно из них в районе жилищ, в том числе и в жилищ. Сейчас закончено практически обустройство, где можно будет ночевать на воде. То есть, есть благососодержатель, который будет отвечать за эту зону, который будет отвечать за то, чтобы на воду не выходили никто ночью. Буквально вчера выезжал мой комендант, подключитель комитета Лоев, изучал этот вопрос. Доложил мне, что условия там созданы. И, конечно же, в тех местах, которые обустроены, где есть контроль, который будет обеспечивать запрет выхода на реку, мы решать там будем нахождение на воде. Что касается вашего права, вы сказали, что если вы видите какое-то правонарушение, вы нам позвоните. Это, конечно, очень здорово, спасибо за это. Но, а вы знаете всех ли местных жителей, и знаете ли вы тех лиц, которые приезжают законно, с такой же целью, как и вы, ловая рыба и отдыха? Вот тут возникает вопрос. По кому вы будете звонить? Ведь там же будут законы послушать граждане, в том числе. Но, тем не менее, в любом случае, вопрос обустройства побережья, для того, чтобы можно было находиться на воде, он стоит, он не закрыт, и мы ведем очень четкое взаимодействие с Лоевским и Брагинским райисполком. Большое спасибо за ответ, это я за телезрителя. Ну, а теперь я за интересы другого телезрителя, который тоже дозвонился к нам в студию. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста. Меня зовут Оля. Скажите, пожалуйста, вот я в этом году заканчиваю кооперативный институт, экономический факультет. Но я бы хотела попасть в службу в пограничный отряд. Скажите, как это можно? Какие условия для девушки? И я бы хотела пункт пропуска. Спасибо за вопрос. Спасибо. Условия у нас нету, гендерного разницы. Но здесь же образование? Образование. Да, действительно, мы нуждаемся в кадрах. И мы призываем людей только с образованием, как правило, в высшем, ну, как правило, может быть колледж, и тот, который будет в замечательной оценке. У нас такой принцип. Потому что, тем более, пункт пропуска, о котором вы говорите, это необходимо знать на память 100 паспортов, как минимум, и уметь их разбираться. Значит, я так понимаю, что идет бегущая строка... Смотрите, 100 паспортов разных стран? Конечно. Конечно. Это должен быть контролер, как минимум. Я уверен, что идет бегущая строка, где идут наши телефоны, куда можно обратиться. Но если даже вы их не видите, запомните телефон 457783. Это телефон дежурной службы, который ответит вам на любые вопросы, подскажет телефон и отдела кадров. Если ситуация возникнет, в том числе где-то с пресечением границы, что-то разъяснит. Если это в рабочее время, он тоже перенаправит вас, даст телефон, куда можно позвонить в управление правительского контроля. Если это ночью, дежурная служба сама уточнит у специалиста и даст исчерзший ответ по порядку пресечения границы. Еще раз, телефон 457783. Что касается вас, пожалуйста, приходите в наш отдел кадров. Будем изучать. На улицу Борисенко. На улицу Борисенко 20, конечно. Будем изучать. У нас серьезный отбор. Это не просто образование. Это психолог. Обязательно уже прийти к психологу. Это сдача физических нормативов. И не важно, это девушка или это парень. Условия всех одинаковые, потому что и на пути пропуска возникают ситуации, где-то нужно пистолет достать. Но если не применять, то, по крайней мере, показать. Ну, я же надеюсь, это не полоса разведчика. Ну, конечно же, нет. Все понятно. Алексей Викторович, вот для нашего выхода в народ в этот раз мы выбрали вопрос. Доверяете ли вы белорусским пограничникам? Внимание на экран. Да, доверяю. У меня подруга служит в пограничных войсках. Очень доверяю. Ну, как говорят, родина может спать спокойно. Пограничникам, да. Да, доверяю. Едешь на Чернигово. Я живу в поселке Камарин. Едешь на Чернигово. Идут, проверяют. Вот недавно выявлены наркотики. Собака вынюхала прямо в кармане мальчика, который хотел пересечь белорусско. Я на Украину ехал, с Белоруссии. Я с этой работой не сталкивалась. Поэтому я не могу сказать, доверяю или нет. Я думаю, что работают они хорошо. Если у нас в стране спокойно, что терактов не было, то, конечно, они работают достойно. Я так считаю. Довольны мы работой пограничников, хочу сказать. И видно, что люди с образованием и с хорошим подходом к нам. Ну, доверяю. У меня есть друг мой, близкий, очень работает на границе. То есть, как бы, я примерно знаком, что там происходит. Все надежно. Я, честно говоря, с ними не сталкивался сильно, так, парамичниками. Поэтому, как я могу оценить их работу? Ну, в целом, я все-таки считаю, что они нормально работают. Ну, иногда на дачу езжу, бывает, там, проверяют. Они где-то в Тереха или как-то на станции там, да? Нормально отношения, все. Я считаю, что работаю персонально. Отлично работают, молодцы. Очень хорошо работают, быстро, оперативно. Не напрягают вообще. Пограничникам доверяем. У меня муж работает таможенником. Да. Так что они вместе рядом трудятся. Наша граница под замком. То есть, ну, как бы, мы видим, что нередко попадают к нам ненужные вещества. Так как у меня есть детки, то меня это очень сильно волнует, чтобы вот не было именно запрещенных веществ. И наши ребята, мне кажется, они стараются, работают. И у них все это хорошо очень получается. Алексей Викторович, ну, согласитесь, очень приятно слышать такие отзывы горячан о работе с сотрудников пограничной службы. Да, действительно, это так. Элита. Что говорить. Алексей Викторович, есть у нас ряд вопросов. И один из, скажем так, наиболее часто звучащих, это правила пересечения границы несовершеннолетними, которые выезжают на отдых, например, с одним из родителей, с бабушкой или дедушкой, или в составе группы. Пожалуйста, расскажите, есть ли какие-то изменения. И повторите эти правила, буквально тезисно, потому что это сейчас актуально. Я скажу, тезисно, тем более сейчас летний период наступает каникул. Значит, несовершеннолетние дети могут уезжать с родителями. Хотя бы один родитель, если родитель есть, согласия второго родителя не надо. Не надо. Либо родитель, либо законный представитель. Это достаточно. С бабушкой, с дедушкой, если уезжает, это на честогласие обоих родителей. Если в составе группы, то мы пропускаем через границу это список группы, заверенной печатью полномочного органа, который имеет право его заверять. Вот и все. Все очень просто. Очень коротко. Спасибо. Но это очень важно. Еще один момент. Очень важно. Я знаю, что с 1 января 2017 года изменились правила посещения пограничной зоны и пограничной полосы для белорусов и иностранцев. В чем заключаются эти изменения? Какие правила сейчас? Законодательство всегда идет в сторону либерализации, упрощения. Действительно, раньше был порядок посещения зоны и полосы немножко сложен. Сейчас для посещения парижной зоны Республики Беларусь не нужно не платить никаких пошлин. Не получать никакой пропуск, а просто наличие паспорта. И это является основанием для въезда в пограничную зону. Если есть необходимость ему проехать пограничную полосу, вот тогда уже необходимо получить пропуск в нашем территорием органе предстоящей службы, сейчас в Суговинской парижной группе. Но перед получением пропуска необходимо заплатить 0,4 базы величины, это административная процедура, но это на 2 года. То есть раз в 2 года можно получить пропуск и спокойно проехать пограничную полосу. Для иностранцев, а я знаю, что очень многие вопросы тоже интересуют, потому что приезжают родственники. Ну, россияне, даже те же самые украинцы. Да, для иностранцев, значит, оформляется пропуск в пограничную зону, у нас в пограничной группе, да, оформляется, и то же самое он платит 0,4 базы величины. Но уже, если он заявляет, что есть ему необходимость въехать в полосу, он уже не платит больше дополнительной пошлины. При этом, если граждане хотят заблаговременно подготовить документы, чтобы его близкий родственник, друг, знакомый приехал к нему в гости и мог вместе с ним ездить в полосу, они могут прибыть к нам в часть, пограничную группу, написать заявление о том, что такая-такая ситуация, когда не приедет иностранный гражданин, представить копию своего паспорта, где он проживает и так далее, копию паспорта своего родственника, друга, и мы заблаговременно подготовим пропуск. И когда иностранный гражданин приедет в Республику Беларусь, прибывает к нам, получает только инструктаж дополнительный, кстати, мы инструктируем и наши граждане Республики Беларусь, получает документы и спокойно посещает по речной полосе. Алексей Викторович, еще у нас буквально минута, но нужно успеть это. Где взять информацию? По какому телефону можно заказать эти документы? Узнать вообще, это пограничная полоса или нет? Значит, есть, кроме тех телефонов, которые идут в субтитрах, 457783, телефон оперативного дежурного гомельской парнической группы, который либо сам проконсультирует, либо тоже перенаправит на телефон, где специалисты даст им консультацию. Но я прекрасно понимаю, что бывают ситуации ночью, поэтому 457783 это крылосущее нанесение дежурства, дежурного парнической группы. Любой ответ на ваш вопрос по этому номеру. Я понимаю, Алексей Викторович, что, к сожалению, мы не смогли на все вопросы дать ответы, и телезрители, наверное, хотели еще кое-что узнать, да и я сама. Ну что ж, я хочу пожелать, как водится, чистой контрольно-следовой полосы. Это очень важно. Ну, наверное, хороших, спокойных ночей всем пограничникам. Гомельчане и жители области любят, уважают и бесконечно доверяют этой службе. Спасибо огромное. Если есть 30 секунд буквально, я бы хотел еще раз поздравить всех пограничников, ветеранов в органах подчислужбы, их родственников, близких, родных, наше местное население, потому что местное население – это тоже наши пограничники, мы без них никуда. С праздником. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, Алексей Викторович Кузьменко, начальник Гомельской пограничной группы, был сегодня у нас в гостях. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова